Клухюманс, или как правильнее, наверное, сейчас сказать, приветствую, дорогой товарищ. Это всё проектом Атомное Сердце навеяно. Я, спустя какое-то время перерыва, возвращаюсь к Midnight Club DAP3 Edition Remix. Основная карьера завершена, но у нас есть задание в Токио, это тем, чем выделялась версия DAP3 Edition Remix, вот это та самая, которая вышла чуть позже оригинала, да? И давайте попробуем, посмотрим, что нам там разработчики уготовили. Так, давайте переместимся в гараж и посмотрим, что нам предлагают. Мы выиграли прекрасный Chrysler. Опа! А тут кат-сценка. По-японски разговаривают. Категорически не хватает субтитров, просто. Опа! Опа! Но ты в Японии делаешь. Мы делаем вещи немного другими. Вы можете использовать любые машины, которые вы уже получили. Или я могу заканчивать вас с машином. Мой гараж может работать все, что вы нужны. Новые машины и аппараты. Даже этот клан лучше, чем любые бутылки вы используете в Америке. Все, что вы победите, вы можете обратиться домой. Скажите людям, где вы получите. Токио-райсы, ребята, хотят выиграть любого человека в городе. Чем больше Токио-райсов вы победите, тем больше турниров получаются доступны. Некоторые турниры требуют автомобилей определенной качественной класса или автомобиля. Так что, если вы их не заканчиваете, пойду домой в страну и пойду, что вы нужны. Если вы победите в турнире, вы победите в серию. Удачи, друзья! Короче, добро пожаловать в Японию. В Токио здесь все по-другому, не так, как в Америке. У меня в гараже есть все, что тебе, как говорится, нужно. Участвуй в различных соревнованиях. Чем больше побед, тем больше различных всяких других соревнований. Что-то такое. Ну, вкратце, если подвести, конечно, я не все понял. Вот. Я хочу вот эту тачку взять. Потому что она самая быстрая. Я так, знаете, в быстрой езде покатался. Ну, в свободном заезде, в круизе. Это просто супер. Так. А что, я еще можно подтюнить что-то, что ли? Так. Нитро. Нитро, нитро, нитро. Только нитро все по максимуму. Ну, понятно. Это и так супер тачка. Еще бы и тут можно было прокачать. На ней только в космос бы осталось летать. Так. Так. Ты можешь с помощью кнопки выбрать какие-то городские наибольшие в Токио. Угу. Угу. Ну, понятно. Будем ориентироваться на карте. Больше нам ничего не остается. Белые кубки. Угу. 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 Такие классовые соревнования. Вот такие вот соревнования. Короче, здесь то же самое фактически. Только в более сжатом формате, коротком, таком, нас там сколько? 77%. Я не думаю, что надолго это все затянет. Ну, затянется это может надолго из-за сложности гона, конечно. Так, поехали. Токио. Знакомый Токио по второй части, где были отдельные заезды. Мы так уже немножко его в самом первом выпуске чуть-чуть рассматривали, как она несется. Так, это что? Гонка в Токио, мосты Симуда. Так, ну давайте попробуем. Так, что там? Кругляшочек. Приготовиться к гонке. Надеюсь, из-за того, что я выбрал тачку, мне такие же соперники будут попадаться. Токио, мосты Симуда. Это круг. Хотя надо было, наверное, по городу покататься для начала. Для разведки. Ну да. Пацаны моего класса. Это круг. Так. Фига, они там по воздуху все решили прокатиться. Как я давно, услышите, не соревновался, а отвык немножко. Так, тихо-тихо. Ах. Как на такой тачке можно плохо ездить, да? Немножко туманит. Что-то тяжело в эти повороты захожу. Шикарный крайсер просто. Знакомый до боли Токио. Ну, почти. Так, здесь два круга. Она рвет просто, ребята. Тымба. Это просто имбища. Знакомый этот автобус. Раскрашенный. Слушайте, или это тоже мы необязательную гонку поехали. Здесь даже, в принципе, нитро негде включить. Чтобы прям зажать и полететь. Мне просто надо будет посмотреть, исчезать они потом в дальнейшем или нет. Ну-ка, давай. Ну, понятно, что машина у меня слишком крута, походу. Да, чувак, круто. Слушайте, ну, вроде как, да. Ладно, поехали дальше. Потом, может, за кубок возьмемся. О, Токио в тумане. Ну, ладно. Так, соревнования. А, нет-нет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, еще в воду упаду. На том стороне, на той стороне моста. Все, трафик, короче, я заверел. Все в своем привычном русле. Гонка в Токио. Тур по Токио. Ну, давай. Тур по Токио. По Токио. Пошло по Токио. Так, это предложение. А суммы-то какие-то, ну, две, двадцать три тысячи. Какой красивый салин. Быстро он разгоняется, конечно. О, я помню это местечко. Это заезд на вот эту имбу. Как в гонке с сала. Ай-яй-яй. Заболтался. Пардон. Тихо. Символичные места. Ой-ой-ой. Да что ж такое? Собираю все подряд. Слушайте, а здесь закрыли вот эти места посередине на полотне железнодорожном, чтобы не улететь. Тихо. Зачем ты это делаешь, трафик? Не издевайся надо мной. О, да хрена эта полоса вся забита прям. Ну, эта тачка, конечно, слишком быстрая. Зачем я это сделал? Конечно, Кадиллак Сиен как-то поспокойнее. На котором я завершал основную карьеру. О, черт. Опять на ЖД-шку заехали. Смотрите, как классно здесь это реализовано. А, нет, там поезд можно было поймать. Офигеть. Все, просто на максимум. Прикольно. Выкид. Победа. А если бы я взял, допустим, класс машин более простой, то и соперники, соответственно, наверное, соответственно, наверное, были бы своеобразными. Или это просто я сейчас занимаюсь фигней, и смотрите, опять какая-то фигня появляется. Гонка в Токио. Вокруг храма. Так, вот давайте посчитаем. Сейчас 4 гонки. Обязательная она или необязательная? Вот мы сейчас ее проезжаем. Должно бы остаться 3. Если она появляется опять, значит, соответственно, здесь принцип надо все-таки вот эти кубки брать. Это круг. Шире, шире, шире круг. У меня 500 подруг. Сколько раз уже я про это, наверное, говорил, да? Ну, много частей вышло, да. Игра достаточно такая. Добротная, но сложная. Ой-ой-ой. Реани мобили куда-то срочно спешат на вызов. Нифига, муж силлага. Вылетел. О, и это место тоже я помню. По гонкам с Хейли, особенно и с Эном. Второй части. Воу-воу-воу-воу-воу. Полегче, полегче, пацаны. Все норовят, норовят что-нибудь. Что это за хрень? Зачем это было? Я не разобрался. Честно, да. Я не понял. Ой-ой-ой-ой-ой. Я лох. Что-то куда-то ее ведет. Ну-ка, давай еще. Хрена себе. Этому жестко досталось. Так. Ух ты, дурачок же. Куда же ты поехал-то? Здесь всего лишь-то надо было сделать вот так. А я что-то замешкался прям жестко в предыдущий раз. Черт. Черт. Да, скорости, конечно, совсем другие. И сейчас, скорее всего, появится еще одна какая-нибудь гонка. Соревнование гинза открыто. Гонка в Токио. Приглашение только экзотические. Наступление на мосты. Гинза. Только класс D. 5%. А прогресс идет вроде типа того. Гонка в Токио. То бишь, я должен эти гонки гасить и будут потихоньку соревнования открываться. И да, и да, здесь придется на всех классах кататься, как бы это ни было печально. Начнем здесь по убывающей наоборот тогда. О, полицейская машина, кстати, такая же, как бы в второй части. Ой-ой-ой. Блин, как это рядом было. Куда она показывает, а? Или это у меня что-то с ориентацией в пространстве. Мне кажется, эта стрелка была обманная такая. Опа-опа-опа-опа-опа. Можно было полететь так хорошо. На пригорочке, знакомом нам тоже, кстати. Так, ну ладно. Так тоже пойдет. Куда опять? На ЖД-шку, что ли? Слушайте, ну тут сделано все, чтобы отсюда не вылететь. И это хорошо. Да что ж такое? Куда ехать-то? Чего? Я реально туплю жестко. Я вижу финиш. Ну, нормуль, слушайте. Бжжж. Мони френд? Человек-деньги? Так. Опять гонка в Токио. Ну-ка. А у нас другого выбора нету. Нам надо накатывать, накатывать. Токио, перекрестки. Побеждать, побеждать. О. А что за место? Подземка какая-то. Что ж, скажете, да? Тоже имбу выиграл и катается на ней. Ну, блин, тут... Тоже не везде все просто. Блин, куда меня несет, а? А вот куда мне надо было. Жесть. Братан, ну зачем ты так, а? Че, тебе прям горело, да? Ну вот. Уже не так все просто, как первые гонки. Как много здесь на ЖД местечек вот этих вот. Да еб... Все соберешь. Тихо, тихо, тихо. Че это значит? Черт. Нет, он более выигрышно смотрелся в плане заезда на финиш, конечно. Ну, прикольно. Блин, пацаны, если я включу, я просто улечу сжат вас. А вот это как здесь сделано. Такие борты высокие, закрытые. Слушайте, а можно реально через мост прыгануть. Охренеть. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ностальгия так и прет изо всех щелей просто... Тихо, братан, испугался? Тихо. Вот мы вообще от остальной толпы просто улетели. Ки-хе-хе. так и куда здесь хотя принципе можно было и так машинка позволяет немножко под халтуре а эту мэр за мной угнался так ты просто впечатляет так прогресс 8 процентов что нам этот прогресс дает крэйзи там 23 тысячи ну давайте как группа с одноименным названием до к молили комка молили тема бета фла щуга бэби ты моя бабочка сладкая конфетка мне это круг фигасе кружочек полегче такой же пацан как я долбанная встречка так немножко засмущался она понял это короче круговые гонки напоминает на торг ю джей икс в кольцевых токио такой кружочек а такой кружочек Тут и встречка есть, и попуточка никуда не делал. Блин, там же можно было, наверное, проехать. Зачем я тут въезжаю? Вот поэтому он меня тут и догоняет. Ай! Я проиграл. Еще тачка себя неадекватно ведет. Или я себя неадекватно веду? Пацаны, пацаны, вы чего? Дорогу не поделили. Конкурент, наверное. Тише, тише, тише. Еще один. Псих. Псих-одиночка. Нормально. да чёрт 5 не туда этих замысловатых коридоров запутался это тихо 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 чё вообще за прикол там был ехать смотри там похоже такой же край впереди быстро и опасно надо доставать его а нет не угадал это было это было очень подло все не тронет это зонда по-моему 1 приехала зонда вот это вот единственное место где надо на дороге там короче срезать на повороте и тут единственное место трудно и здесь в остальном как бы нормально ой 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 не ну как она летает и как она управляется это конечно божественно лучшая тачка наверное которую здесь может быть на мой взгляд я конечно mercedes не пробовал а боже что же это такое пацан тоже не справился с управлением с меня пример взял все собрал что можно было а а надеюсь не пацаны сильно мешать не будут если я вот так сделала нормой хотя он собака такая в мою сторону выдвинулся вот удержался молодец дали симов на просто супер 23 косаря это не хухры мухры соревнования на причале открыто класс b понятно класс b bb такси мы теперь так на сколько там классов а б с еще он качется цепь восточного сада 16000 начать призовой фонтик такое себе сколько у нас там силка gtr стоит 735 тысяч долларов опять круг замечу дамы и господа самое главное потом сегодня то мы конечно не начнем наши сюжетные штуки но посмотреть прогресс в конце будет интересно вообще дает ли это что-то о набережная это опять же гонки савва можно вспомнить можно даже так ехать обалденно сделали ностальгия прям правда привет изо всех щелей несмотря на то что это другая часть до другая динамика но в целом знакомые локации ох ты ох ты ох ты какой шумахер то у нас из-под жопы вылиться да представляете я лучше то даже и не заметил потом так ускорить соску все стал бы мои как говорится в городе ох ты это я оторвался еще все мутное классно мы уже почти миллионы работали правильно с такими призовыми чубы нет то кассу накопить о ей дождь пошел а дождь это наш враг погодные условия не позволяет нормально соревноваться так чё по прогрессу 12 процентов процентов так у нас доступно 3 до сколько у нас классов вообще б экзотика лакшери muscle cars да много так наступление на мосты так ну-ка давайте попробуем что-то в токио максимально популярен круг блин все таки дождик и сюда распространился как бы не хотелось ну ладно фига тут решил повернуть это что-то будет такое из непростого я бы даже так сказал повел его куда-то смотри как разворачивают а сразу управление другим становится не отзывчивым про то что это это деревянная стал где что я управляем что пусть и повороты ваще огонь везде какой-то угловатый участок есть куда можно влететь если не решит а не рассчитать траекторию движение я конечно думаю что есть вариант эту гонку и без дождя пройти просто так сейчас совпало куда ж вы едете-то жесткость как есть передачи переключаются машина кого-то чихает но такие гонки мне всегда тяжело даются потому что трудно найти сразу оптимальный вариант управления прям как дерево просто бац и все держи конечно перезапусти здесь мы жестко облажались сталкиваться здесь опасно и с трафиком и вообще давай 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 ну а как еще заруливать все собирать только повороты тигрю под стать просто особенно вот это местечко просто они поначалу вроде выдали какой-то участок более-менее такой а так он весь в поворотах гадюка так и норовит откуда-нибудь вырвлить лоханулся молодец и ты тоже молодец встречаешь когда надо ливень просто стеной льет невозможно ехать ребята невозможно она толком даже скорость не набирает но прикольно сложно на другой машине возможно было бы еще хуже я не отрицаю фактор соревнований соревнований для непобедимости трейсеров открыто покажи им кто бас так 14 процентов так четыре кубка уже доступно так отлично дождь кончился солнышко правда не вышло ну и ладно в токио мы солнышко это практически и не видели это же полуночный клуб какое нам солнышко ладно ребятки я думаю что это начальная водная часть скажем так входа в токио будет завершена потому что в дальнейшем мы пока нет смысла эти гонки до бесконечности проходить я так понимаю что это аналог эдакий не обязательных но при этом они дают вот возможность открыть кубки в следующем выпуске мы начнем с лакшери не с лакшери с экзотики мы возьмем попробуем в этом соревновании поучаствовать но дальше будем двигаться по классам и давайте самое главное посмотрим если прогресс потому что это не должно быть зазря сделаем выход из игры был 77 процентов напоминаю ну да слушайте они дают какой-то определенный прогресс 3 процента мы нафигачили ну все на сегодня прощаюсь в следующем выпуске пробуем участвовать уже в соревнованиях все друзья пока подписываться не забывайте и писать комментарии увидимся